Приветствую вас всех именем Ют Эйва Хэй Шуа. Тема крайне острая. Ну, как обычно многие темы, что Бог дает высвобождать, они такие остренькие, не всегда однозначные. Но эта тема вот прямо на острие сейчас находится внимание у многих. Перед тем, как приступить к ней, хочу сказать, что я заметил, что появилась такая вот, ну как ее назвать, прослойка, что ли, людей верующих, которые, вот они уже вышли из традиционной какой-то теологии христианства. Многие остались в каких-то церквях или попали в новые, но очень многие одиночки. И эти люди, то есть вот эта категория, которую я хочу сказать, они очень активны в интернете. То есть они в соцсетях, в комментариях, в обсуждениях, перепосты, репосты, лайки, дизлайки. Вот такая очень большая активность у них именно вот YouTube, ВКонтакте, Facebook и прочие-прочие вот эти вот социальные мережи, которые доступны сегодня. И они очень активны. И вот среди этих активных вот людей, вот этой новой формации, у меня много друзей таких. Я сам тоже, ну, в определенной степени активен. Ну, может быть, не часто пишу комментарии только что. Но друзья есть, знакомые, единомышленники. И вот среди этих людей, я заметил, есть одна такая идея, откровение, ну, как они считают, это откровение, ожидание, предчувствие. Это скорая, скорый конец. Что мы последнее поколение, скоро или восхищение церкви, или приход антихриста, ну, там по-разному разнятся мнения у людей. То есть, что нету у нас еще там много поколений вперед, и скоро конец, мы последнее поколение, все идет к концу, скоро будет антихрист, и там уже и Христос придет, и на нас или на наших детях максимум все закончится. И вот теперь к теме, о которой я хотел сказать. Несмотря на то, что мы, я имею много знакомых, друзей, вот в этой сфере, кто верит так, что мы последнее поколение, что скоро придет антихрист, что скоро будет или Великая Скорбь, или Восхищение Церкви. Тут уже, опять же, повторюсь, разнятся трактовки у людей, но суть не в этом. Несмотря на то, что действительно много людей, с которыми я в контакте, довольно, ну, таком, хорошем, с таким мнением, я могу сказать, что я это мнение не разделяю. И хотя был период, когда я думал, наверное, действительно, мы последнее поколение, надо, но я исследовал свой дух, свои чувствования, свидетельство духа во мне, и я не нашел подтверждения этому. Возможно, я кого-то огорчу, и возможно, вот это сейчас действительно интернет-активная часть вот этой новой формации церкви, вы будете кидать камни в мой адрес. Ну, можно и так. Я просто хочу выразить то, во что я верю, то, что мне открыто, так как это канал, называется Юрий Кузьмин. Здесь откровение высвобождает Юрий Кузьмин, который, как он верит, дал ему Господь. Нравится, не нравится, есть там лайки, дизлайки. Значит, что я вижу? Вот начну как бы немножко издалека. Я уверовал в 94-м, и, в принципе, почти сразу 95-й год. И Дима как раз, мы с Крюковским познакомились в этот период. Он сам Симферополя. И, то есть, была такая вот пророческие задатки, группка такая с пророческими задатками ребят. И, знаете, мы верили, что мы последнее поколение. Тогда, в 95-м году, в 94-м, мы верили, что скоро придет Иисус, буквально год, два, три, ну, максимум пять. Я помню, как я сам говорил, ну, максимум пять лет, и будет восхищение церкви, будет великая скорбь. Иисус придет, Антихрист, все дела, печать зверя. Прошло 30 лет, и практически, и я могу сказать, что все те, скажем так, факты, доказательства, которыми сегодня оперируют мои дорогие, горячо любимые братья и сестры в этой сфере, а все эти, практически все эти факты, доказательства, они ими фигурировали и в 90-х. Я не буду даже сейчас их перечислять здесь. То есть, не сильно много добавилось чего-то нового. То есть, все эти вещи, которые люди сейчас говорят, вот, скоро придет Иисус, мы последнее поколение, потому что, и идут какие-то факты. Я эти факты все с 90-х слышал, но прошло уже почти 30 лет, у нас дети выросли у многих. И, знаете, вот к чему я веду вообще? Как я сказал, я не вижу подтверждения в своем духе. Опять же, вы имеете право иметь ваши откровения, это правильно. Но в моем духе я не вижу, что мы последнее поколение, и даже что мы предпоследнее, и даже что мы предпредпоследнее. Я чувствую, что после нас еще проживет очень много поколений. И наша задача, то есть, на что вообще я вижу, какую цель для себя, поставленную для меня Господом, это готовить путь к следующему поколению. Или поколениям, которые будут жить после нас. И большинство вот тех откровений, исследований пророческих, вот того, что Бог дает лично мне, я вижу, что у этого прицел не на это поколение лишь, а на последующий, чтобы те, кто после нас будут двигаться, могли быть лучше, сильнее, ближе к Богу, активней, где-то агрессивней, победоносней и так далее. В какую я лично вижу проблему? Вот я хочу озвучить проблему. В принципе, наверное, это видео ради этого вот, озвучивания этой проблемы и снимается. Если бы мы просто верили, скажем, ну кто-то верит, что Иисус придет в этом поколении, кто-то, кто не верит в это, ну что страшного, живем дальше. Если бы все этим заканчивалось, этого видео не было. В чем я вижу проблему и такую даже опасность? В том, что если я верю, что я последнее поколение или предпоследнее, то я не буду строить долгосрочных планов. Я не буду видеть каких-то причин развиваться, прогрессировать, планировать на много-много лет вперед. То есть, ну это логично, если я верю, что буквально вот скоро придет Иисус, буквально скоро развязка, то к чему вообще какие-то планирования, какие-то долгосрочно идущие планы, они не нужны. И, соответственно, я перестану думать о последующих поколениях, которые будут жить после меня, и что я могу сделать для них, и что я могу им передать, и что хочет Господь сделать через меня для последующих поколений, многих. Я не буду об этом думать, потому что, ну зачем их не будет, этих поколений, если я так думаю, и смысла нет. Надо вот сосредоточиться здесь и сейчас, то есть не надо учиться, не надо прогрессировать, не надо развиваться, потому что скоро всему конец. Я, опять же, утрирую, безусловно, я знаю, что люди не думают именно так, но тенденции в эту сторону я вижу. То есть, если я верю, что я последнее поколение, я не буду готовить платформу, путь и собирать наследие для тех, кто будет после меня, не только моих физических детей, а духовные поколения, которые пойдут после нас. Это проблема. И я верю, что даже если я ошибаюсь, даже если мы последнее поколение, но я буду заниматься подготовкой пути для следующих поколений, долгосрочным планированием, достижением далеко идущих целей, которые, как я верю, не я достигну в этой земной жизни, и, может, не мои дети, а их дети. Или дети их детей достигнут этой цели, которую Господь показал. Для того, чтобы их достигнуть, нужно делать шаги, учиться, развиваться, прогрессировать, откладывать что-то, копить что-то, собирать что-то. То даже если я ошибаюсь, и Господь придет в этом поколении, я ничего не теряю, потому что в этом процессе я, безусловно, освящаюсь, готовлюсь, приближаюсь к Богу, получая от него откровения, и я буду в хорошей форме духовной. Но если же я ошибаюсь, и я сосредоточился чисто на этой жизни, чтобы вот, почему, потому что потом уже, да зачем что-то строить, что-то там планировать, куда-то там ехать учиться, какие-то на 5, 10, 20 лет какие-то планы иметь, или видение, зачем? Скоро придет Иисус, и это ни к чему. То если этого не случится, и к концу жизни я останусь ни с чем, и я пойму, что я всю жизнь как вот попрыгунья стрекоза в ожидании, как бы, ну, я опять же немножко шучу, вы понимаете это, есть такое вот святые шутки. Вот попрыгунья стрекоза в ожидании Иисуса Христа пела и танцевала всю свою жизнь, а когда пришли вот тяжелые времена, пришла зима, а кушать нечего. Вот я не хочу в этом положении остаться. Или чтобы своим детям я передал только веселые песни об Иисусе и какие-то надежды, что вот-вот, вот-вот, вот-вот он придет. Не надо нигде учиться, не надо получать образование, не надо развиваться, не надо ничего строить. Ну тогда логичнее все продать, и как Белое Братство одеть балахон и куда-нибудь на пик коммунизма забраться и ожидать Господа там. Вот такое вот послание. Я верю, что мы, это моя вера, мое откровение, и это видео в том числе для тех людей, кто не верит, что мы последнее поколение, но вокруг вас постоянно этим вас, ну, бомбят, что все, конец, печать зверя, антихрист, скоро придет Иисус, восхищение, великая скорбь. Когда эти, это, прошлой осенью были эти темы о восхищении церкви, да это смешно было, никакого восхищения не может быть в нынешнем состоянии церкви. Когда я смотрю на Святое, на Писание, я вижу, что там столько закрытых еще тайн, и их больше, чем открытых. Я понимаю, что это не для вечности, это для, эта книга дана нам здесь на земле, и она должна открываться, и, возможно, многие вещи я туда засовываю, как бы, свой духовный нос, скажем так, и понимаю, что я туда не попаду даже при этой жизни, потому что там глубина, на которую надо еще подготовить путь, чтобы туда приблизиться, на эти глубины. И, возможно, наши дети, их дети, дети их детей будут опускаться туда и выносить познание Господа, вот эту глубину, которая нам пока недоступна на сегодняшний день. Вот такое вот слово. Поэтому, если вас бомбят этими вещами, но вы не чувствуете это, вот я тоже, я не чувствую подобного. Я верю, что мы не последнее поколение, и что после нас будет еще много поколений жить людей, и что мы должны готовить путь для них, и собирать им наследие, строить вот эти вот рельсы духовные, прокладывать глубины, передать им жажду, передать им вот эту веру, которую Бог дал нам, передать им огонь, чтобы они это преумножали и возрастали в этом. Вот такое вот слово. Поэтому, если вы пишете мне, что там, да вы что, мы последнее поколение, скоро конец, чтобы вы понимали, что я не разделяю это в откровение, я не вижу этому подтверждения в своем духе, а Дух Святой свидетельствует мне о многих вещах, но об этом нету. Если у вас это есть, конечно, кто-то скажет, ой, лучше жить в ожидании Господа, это полезно. Это полезно, если это не переходит в крайность, когда мы не имеем видения и цели дальше своей земной жизни, и когда мы ничего не готовим для своих детей, когда мы, ну, скоро придет Иисус, ну, куда же там уже, что там рыпаться. Я в это не верю. Я верю, что церковь еще не зрелая, младенческая, не готовая абсолютно к встрече с Господом, не готовая к встрече даже с гонениями, испытаниями, что даже тех вещей, которые мы читаем в Новом Завете, в Евангелиях и в посланиях, мы еще так далеко от этих вещей, которые описаны были там, а это начало было, это была первая церковь. Это церковь, которая всего несколько лет, ну, не так долго, первое поколение, скажем так, церкви было, и там была такая глубина, на которой мы еще не находимся. А Иисус сказал, вы больше сделаете, больше. Я верю, что все должно умножаться, углубляться, и лучше он сберег напоследок. Пусть этот день застанет нас в работе, а не на шезлонге в ожидании Господа. Всем большой шалом из Южного Крымского портала, всем вам любви Божьей и до встречи. Идем дальше.